здравствуйте дамы и господа сегодня будет рассказ о телефоне asus 5z в опыте использования плюсах минусах минусы крайне незначительные плюс крайне значительные вот такой интересный фон выбран надеюсь вам понравится начнем итак комплектация это сама коробка картонная входят сюда наушники смотрел обзоры почему-то мало их кто показывает вот такие наушники asus звук знаете нормальный такой обычный звук я не меломан басов мне хватило высоких тоже хватило кому как я честно не разбираюсь сюда входит блок быстрой зарядки зарядка реально очень быстрая вот и такая массивная качественно и вот такой чехол чехол обычный пластик вы не пластиковый силиконовый и так саму телефону значит так секундочку я просто им пользуюсь сейчас итак телефон спереди выглядит вот таким образом это дизайн 2018 года то здесь есть такая вот бровь небольшой подбородок и минимальные рамки слева и справа цвет выбран был вот такой несмотря на то что он заляпывается но как по мне смотрится то очень клево сейчас обратите внимание двойная камера значит вспышка тут слот под 2 sim карты или одну sim карту и карту памяти и здесь кнопка включения кнопка регулировки громкости руке лежит очень удобно несмотря на то что диагональ экрана здесь 6 2 дюйма уроки он реально классно удобно то есть он широкий много чего влазит и довольно таки длинный так давайте все-таки ави режим поставлю вот здесь IPS IPS качественные яркие но как по мне мне показалось сейчас хотя очень ярко но вот смотрите да несмотря на то что очень ярко здесь не хватает минимальной яркости экрана то есть в ночи хотелось бы еще ниже это по экрану так смотрите будем обсуждать сначала грандиозные плюсы этого телефона как по мне за эту цену покупался на кстати за 20 тысяч рублей новым в dns месяц назад как по мне за эту стоимость это лучший аппарат а почему сейчас я буду вам по пунктикам объяснять во первых это железо snapdragon 845 несмотря на то что этот процессор ему уже два года сейчас 865 вышел он актуален он очень быстрый все пишут то что он сильно греется но в моем режиме использования то есть я не играю непосредственно youtube чтение страниц и чтение так сказать статьи книги все такого он не греется в навигаторе также слегка теплый вот так же энергоэффективно этот процессор является вот то есть характеристики оболочка оболочка здесь сейчас вам скажу так о телефоне оболочка фирменная asus как-то и она там называется но это не суть суть в том то что производителям этот телефон поддерживается и сейчас к нему прилетел android 10 то есть комьюнити android последний прилетает и очень юзабельная оболочка кроме одного момента вот не могут я по порядку что вспоминает о я говорю здесь жесты вот как по мне у всем мне понравились больше вот смотрите они смотрите к основным обновлением также стало с предыдущим вновлением назад можно было только из середины а сейчас смотрите к так все это минус не считаем дальше значит оболочка поддержка производителя непосредственно быстродействие самой системы запуск приложений все работает очень быстро кстати вот я сейчас смотрю видеоролик актуален ли ми девятый 2020 году так как этот ми девятый взял и тоже хотелось на него какой-то обзор снять что то такое вот работает очень быстро шустро то есть моментально все открывать дать час с памяти все уберем вот обратите внимание моментально youtube тоже момента моментально то есть здесь быстро оперативно память 6 гигабайт и процессор дают о себе знать плюс хорошо допиленная оболочка в купе это дает очень юзабельный телефон и я не знаю вот честно я нашел на него покупателя но продавать его крайне не хочется так всем устраивает далее так отдельно хочется рассказать про камеру камера это очевидный глобальный плюс этого телефона хотите верьте хотите нет но по моим ощущениям камера сравнимо с galaxy s9 но не знаю как и здесь но здесь тоже недалеко от него ушел с флагманами от iphone от apple здесь есть и оптическая стабилизация и широкоугольная камера но широкоугольная камера так для галочки обратите внимание вот смотрите да это обычный угол а вот широкий что у нас изменилось ну это капец конечно широкоуголка здесь то есть она не вшли не вширь да туда идет об длину вот обратите внимание смотрите вот это обычная камера она как будто даже шире чем широкоугольная но это такое вот а по поводу видео камера фото возможности даже ночное время суток хотя кстати смотрите так где у нас вот здесь почему-то нет пока ночного режима не знаю появится он или нет но тем не менее здесь есть интеллектуальный как-то там помощник что-то такое когда в ночи фоткаешь он и со выдерживает выдержку и фотографии тоже классно получается но больше всего мне понравилось видео в 1080p 60 кадров в секунду я постоянно снимаю только им очень плавно работает но очень нравится плавно и есть стабилизация я снимаю ролики и для youtube и для инстаграма истории вот непосредственно с этого телефона очень понравилась мне камера вот так это она выглядит не сильно выпирает как у своей жалко не могу медвяты показать там сильно она выпирает ладно продолжим то есть камера это супер плюс кроме широкоуголки широкоуголка это какое-то недоразумение далее по поводу отпечатка пальцев он находится на задней спинке и работает просто хорошо он работает хорошо нет у него как у не не хватает он звезд с неба то есть нет у него какое-то супер быстродействие но стабильная срабатывает когда услышите этот звук и значит разброки разблокировался вот в повседневной жизни он показывает себя отлично юзабельно то есть нет какого-то там нарекания но у тех же флагманов от xiaomi даже mi8 mi9 он значительно быстрее нет mi9 там под экран отпечаток пальцев от mi8 значительно быстрее срабатывает но я не вижу каком-то это в этом минус минус огромный работает нормально далее ценообразование мы уже поговорили тоже за эту цену это отличный аппарат по поводу автономности здесь стоит аккумуляторный аккумулятор на 3400 миллиампер час опять же звезд неба он не хватает извините так тихо говорю просто я что-то в 7 утра встал решил записывать вот звезд неба не хватает но его хватает на полный рабочий день при использовании экрана вот я телефон редко вообще из рук выпускаю потому что сейчас сами знаете какая ситуация у нас в мире и поэтому постоянно какие-то сериалы там youtube статьи что-то какие-то книги мне хватает до вечера мне ой жить такого вечера при обычном использовании хватает до вечера при таком адском вы все равно будете заряжать его но не знаю там короче экран где-то на пять часов вот и считайте сами аккумулятор просто нормальный но зарядка крайне быстрая далее давайте может быть уже поговорим о незначительных минусов так как я телефон расхвалить готов часами а минусы но они такие притянутые слегка то есть это дизайн как по мне он устаревший но это бровь уже не актуально только вот айфона остались тут хотелось бы чуть поуже ну такое да плюс широкоугольная камера она не широкоугольная к это непонятно вообще такое при ходьбе стабилизация в 60 fps прыгает то есть хотелось бы лучше но это опять же такое себе вот и пару раз у меня были фрезы когда много приложений было в памяти было такое то что он что-то подтупливал я перезагрузил но это было буквально один раз и все а так пожалуй свое мнение выскажу это лучший телефон лучший телефон за свой бюджет по моему скромному мнению здесь вот как таковых явных минусов я не увидел его первое такое значит первое такое впечатлить не знаю как это сказать впервые у меня такое что мне не хочется его продавать но нужно идти дальше нужно что-то вам рассказывать показывать тем более сейчас все сидят дома кому-то это возможно будет интересно но рекомендую не знаю приложение или нет фото и видео так сказать примеры это кстати снимаю нами 9 от что-то плохо стабилизируется фото и видео примеры блин самое главное забыл рассказать сейчас придется все-таки интернет включить секундочку ребят ребят самое главное здесь просто просто потрясающий звук из динамиков здесь стерео и он очень громкий вот я не знаю что он давайте включим есть меня такая песенка полюбившиеся мне звук идет отсюда и отсюда здесь чуть тише здесь больше высоких атомбасы он просто орет вот я его использую как bluetooth колодку он очень громкий качественный примерно как iphone xr или в общем телефон зачет рекомендую если какие-то будут вопросы блин из 10 5 минут вышел если какие-то будут вопросы обязательно задавайте я постараюсь на них ответить ставьте лайки подписывайтесь на канал видео в таком было ламповом так в ламповой атмосфере дома без монтажа но мне кажется это есть какой-то шарм в этом все всем пока а